В главный финансовый документ региона внесены изменения. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии окружного собрания депутатов. В соответствии с законопроектом, параметры окружного бюджета увеличиваются по доходам и расходам на 2019 и 2021 год и уменьшаются на 2020 год. В частности, на текущий год общий объем доходов и расходов окружного бюджета увеличивается на 2 миллиарда 167 миллионов рублей. Более 2 миллиардов рублей будет направлено Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ. Из них 1 миллиард 750 миллионов в федеральные средства на строительство дороги на Ридмарусинск. На субсидии юрлицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, на твердое топливо, горячую и холодную воду, направят порядка 247 миллионов рублей. Законопроектом установлена дополнительная субсидия на частичное возмещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции на Ридмар и посёлок Искателей. Речь идёт о доставке сливочного масла из Оксина и Коткина. По департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 42 миллионов рублей, а также за счёт средств внутреннего перераспределения на следующие направления. Выплата региональной доплаты к пенсии, социальная помощь на компенсацию проезда для лечения и другие лечебные учреждения, ежемесячные компенсации выплаты гражданам, получающим пенсию, предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающим пенсионерам на содержание детей и социальная поддержка многодетных детей. Дополнительные средства выделены Департаменту образования, культуры и спорта на приобретение основных средств, индексацию зарплат работников бюджетных учреждений. Почти 11 миллионов рублей направят на питание обучающихся в школах в связи с увеличением с 1 сентября стоимости питания на одного школьника. В городе до 109 рублей, на селе до 120 рублей на учащегося. В законопроекте также учтены поправки депутатов. В частности, увеличены средства детскому саду посёлка Красное на приобретение основных средств – игровой и дидактический материал, а также 2,6 миллиона рублей ненецкому профессиональному училищу в связи с увеличением мест для поступления по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Поступили предложения от родителей из посёлка Красное. Набиралась у нас группа ребят мастеров по ремонту автомашин в Ненецком профессиональном училище. Всего было подано 54 заявления. Группа набралась только на 25 человек, то есть 28 детей не попали. В том числе это 15 ребят из сельских населённых пунктов. Поэтому было принято решение совместно с губернатором ещё раз просмотреть этот вопрос, проработать вопрос. И было принято решение о создании ещё одной группы. То есть мы сегодня внесли предложение, поправка составляет где-то 2 миллиона 100. Это непосредственно на создание дополнительной группы для этих детей, которые не попали в первую группу. По итогам обращения губернатора округа, 5 миллионов рублей будет выделено муниципальному образованию городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» для ремонта помещения, которое безвозмездно предоставлено в пользование региональной общественной организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам и их семьям особое детство в Ненецком автономном округе.